Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про вызревание виноградных лоз. Почему вообще это важно? Дело в том, что только нормально вызревшая лоза сможет перенести зиму, ну и, соответственно, нормально расти на следующий год, а по возможности и плодоносить. Особенно это важно в вызревании для однолетних посадок, потому что если такие вот старые большие кусты, в случае вымерзания вот этой, например, зеленой массы, у них есть спящие почки, где-то там немножко под землей, возле корней, и куст может пойти расти оттуда. Если мы говорим об однолетних кустах этого года посадки, то таких почек они не закладывают. Да, корневая система может сохраняться, но корневая система почки не дает, и куст полностью погибает. У каких кустов чаще всего бывают проблемы с вызреванием лозы? Наиболее характерна такая проблема у молодых кустов, которые еще не вступили в плодоношение. Также эта проблема может быть характерна для кустов первого года, которые поздно высажены, потому что они могут начать активно расти как раз-таки в тот момент, когда надо уже готовиться к зиме. Эта же проблема характерна для перекормленных либо жирующих кустов. Я вам уже показывала этот куст и рассказывала, что наша задача отрастить вот эти вот побеги, и потом вот кто-то из них здесь близко может вызреть, потому что вот такая толстая лоза, она вызревает крайне плохо. Лоза хорошо вызревает толщиной до 12 мм, дальше уже начинаются проблемы. А здесь видите, вот она какая, толстющая. То есть наша задача здесь хорошо, если, например, вот этот побег вызреет, он нам пойдет на следующий год на плодоношение. Также эта проблема может быть характерна для болеющих кустов и для кустов, перегруженных урожаем. Так, например, часто жалуются на Аркадию, что у нее плохо вызревают лоза. Ну, как раз-таки Аркадию часто перегружают. Аркадия очень такой сорт трудяшка, сорт очень плодовитый. И если он перегружен, то, конечно, проблемы с вызреванием лозы будут. Ну, и также есть некоторые сорта, которые пока не вступят в полноценное плодоношение, проблемы с вызреванием лозы у них будет. На нашем участке такой сорт – это память учителя. Несколько лет уже пытаемся из него что-то получить. Ну, наконец, он есть сигнальный урожай. Будем надеяться, что в этом году наконец-таки у нас все получится. Пару слов о факторах, которые влияют на вызревание лозы. Первое – это наличие азота. Если азота много, то вызревание очень сильно затягивается. Дальше – чрезмерная влажность. Она также задерживает вызревание. И наличие болезней. Как я уже сказала, нагрузка куста. И не только перегрузка задерживает вызревание, но и недогрузка также. Тогда куст жирует. И, конечно, правильное проведение зеленых операций также влияет на вызревание виноградных лоз. А точнее, способствует ему. Еще один очень-очень важный фактор, который способствует вызреванию виноградных лоз – это наличие калия. В калии нуждаются как виноградные листья, так и ягоды. К примеру, потребность легко растворимым калием в период созревания ягод настолько быстро возрастает, что даже почвы, относительно богатые калием, даже на них можно увидеть недостаток этого элемента. Пару таких примеров в цифрах. Приблизительно тонна ягоды выносит калия около 5-7 килограмм. А если мы берем с гектара, то с гектара калия может уходить от 50 до 100 килограмм. То есть цифры на самом деле огромные. Так что же делает калий? Кроме того, что он способствует вызреванию лозы, он также делает ее более устойчивой к морозам и болезням. Способствует накоплению сахара в ягодах, если у нас уже, например, есть какой-то урожай. Если мы из этого урожая делаем вино, то такое вино будет более экстрактивным. Кроме того, калий способствует лучшему развитию корней. Корневая система становится более разветвленной. Ну и, соответственно, исходя из тех факторов, которые я вам назвала, которые влияют на вызревание лозы, мы и можем проводить определенные операции, которые будут способствовать ее вызреванию. И, конечно, кроме того, что мы правильно нагружаем куст, кроме того, что мы боремся с болезнями, самый простой, быстрый и эффективный способ работы над этим самовозреванием – это работа с калием. Когда же мы начинаем все это делать? Значит, для молодых кустов вот этого года посадки, может быть, второго года посадки, для вот таких жирующих кустов мы начинаем работать с калием с конца июля. Значит, если наши кусты уже нормально развиты, они хорошо плодоносят, они нормально нагружены, пока что можно с ними ничего не делать. Если куст перегружен, значит, тоже можно начинать работать калием по нему именно сейчас. И по сортам, которые, вы знаете, что имеют проблемы с вызреванием, например, даже под урожаем, либо если у вас там первый урожай, пока непонятно, что и как будет, вы еще только начинаете, не понимаете, стоит чего-то делать, не стоит, тоже начинать можно сейчас. Плохого вы точно ничего не сделаете. В принципе, и вот по таким кустам, особенно в этом году, с учетом очень затяженной весны, с учетом того, что у нас задержка вегетации недели на две, а то и на три, тоже можно, можно, в принципе, поработать калием, если есть такое желание. Это будет больше работа даже не столько на вызревание лозы, сколько на то, чтобы немного ускорить созревание ягод, потому что, напомню, что калий способствует этому тоже. И теперь по препаратам. Наиболее часто встречающиеся в продаже – это сульфат калия и монофосфат калия. Что найдете, то и будет хорошо. И существует две схемы обработки. Обрабатываем мы приблизительно раз в 7-10 дней. То есть, если вы приезжаете, например, на ваш участок раз в неделю, выходные, значит, выходные и обрабатываем. Разница в схемах. Первая схема предполагает одинаковую дозировку. Мы берем приблизительно 30-40 грамм препарата на 10 литров на ведро воды и обрабатываем каждую 7-10 дней. Второй вариант мы начинаем с 20-30 грамм на 10 литров. И каждую неделю мы увеличиваем на 10 грамм до где-то 120-140 грамм на 10 литров. Вот этой второй схемой мы пользуемся особенно по жирующим кустам, но и по молодым. Если вы хотите, например, помочь сейчас какому-то своему кусту, хотите немножко ускорить созревание ягоды, то смело можно брать первую схему вот с этой одинаковой дозировкой. Если такая ситуация, ну, негде, вы сейчас не можете поехать в магазин, нет у вас возможности приобрести эти препараты, чем можно заменить? Древесная зла. Очень хороший помощник нам в этом деле. Что с ней делаем? Приблизительно 2 литра злы. Разводим, заливаем 8 литрами воды и оставляем где-то на сутки. Немножечко перемешиваем, после этого процеживаем. У нас получается так называемый маточный раствор. Затем мы можем брать литр этого раствора на 9 литров воды и заливать под корень. Либо второй вариант. Мы берем пол-литра, доводим до 10 литров, заливаем в опрыскиватель и работаем по листу. Точно так же каждую неделю. Еще есть такой препарат, который называется Екоплант. В Беларуси его точно нет. Возможно, он есть в России, точно есть в Украине. Это зола подсолнечника. Зола подсолнечника наиболее богата калием. Также ей богата зола от винограда. Но мы понимаем, что такая зола у нас может быть только по осени. Когда уже пройдет листопад, мы будем сжигать, например, эти листья. Будем сжигать то, что мы обрезали. Вот только тогда у нас может быть такая зола. А так вот этот препарат, зола подсолнечника, либо может у кого-то так есть возможность добывать такую золу. Она очень-очень богата калием, поэтому будет очень хорошо. Ну и по дозировкам, я думаю, что там есть инструкция. Но можно разводить так же, как и обычную золу. Вреда от этого точно не будет. И наверняка у вас возникает вопрос, сколько же так обрабатывать, если у нас это молодые жирующие кусты. До того момента, пока мы не увидим, что лоза нормально вызревает. Она становится коричневой. Напомню, что со взрослыми кустами, в принципе, там столько много усилий прикладывать не следует. Но помочь немножко можно. Пару обработок таких провести можно. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч, пока!